Здравствуйте, уважаемые зрители, продолжаем наши передачи и, наверное, начиная с этой передачи, немножечко поговорим о принципах составления коллекции, каких-то подходах к коллекционированию. А начать бы я хотел в этом выпуске с такой темы, с чего начинается коллекция. Вот лично у меня, на моем примере, коллекция началась с небольшого кошеля, который был дома, в котором лежали монетки и даже какие-то медали, сложенные туда моими родителями, друзьями, родственниками. Кто-то ездил за границу и привозил монеты в другие государства. Какие-то монеты случайно находились, даже, как ни странно, иногда выдавались в кассе, в обычной кассе советского магазина. Попадались иногда иностранные монеты, иногда старые монеты. Какие-то монеты, наверное, находились, какие-то достались и родителям от их родителей. Это то, что мне уже досталось от них, это основа коллекции. Тогда, когда коллекция не имела никакой системы, была просто кучкой монет, лежащих в кошельке, трущихся друг от друга, многократно перечищенных, естественно, так как подростку, даже мальчику еще. Конечно, хотелось, чтобы монеты были блестящими и красивыми. Но, наверное, у каждого в коллекции есть монета, с которой началась именно его коллекция или его этап в коллекционировании, если это было семейной традицией или какой-то памятью в семье. Так и у меня есть такая монета. И она до сих пор лежит в моей коллекции, хоть, может быть, и не представляет собой нумизматической ценности, не является редкой, не является даже красивой. Но она важна как память. И эта память, наверное, самая ценная, что вообще может быть в коллекции. Собирая коллекцию, мы с вами запоминаем историю. Историю страны, историю мира, историю народа, историю своей семьи и историю самих себя. Так же, как фотографии говорят нам о нас в прошлое, так и монеты из нашей коллекции говорят о разных периодах нашей жизни. И вот могу вам показать пять копеек Екатерины II, 1783 года, простая, нередкая монета, в несильном состоянии, как это сейчас, конечно, видится мне и другим, а тогда для меня она была самой ценной. Находясь в деревне у родственников, я увидел, как соседи кидают в костер этот медный пятак. Я тогда даже не знал, что это за монета, не видел даты на ней. Я лишь понимал, что монету, некую ценность старинную, сейчас хотят переплавить. Я вытащил, выхватил буквально из огня этот пятак со словами «Отдайте мне, пожалуйста». И мне его отдали. Не пожалели, хотя, наверное, имели какие-то планы на этот кусок меди, по большому счету. И так в семейной коллекции, в том самом кошелье появилась первая монета, которую я лично туда положил. И он таким образом начал именно мою историю коллекционирования. Я думаю, каждый сможет такую историю рассказать. И на нашем канале вы еще сможете услышать истории других выступающих с рассказами о своем начале в нумизматике, в коллекционировании и о самых дорогих и памятных им экземплярах. До следующих встреч! Спасибо! Смотрите канал за метки нумизмута.